Доброе утро! Доброе утро! Второе, это сам шрифт, то есть мы можем набрать обыкновенным шрифтом, можем крупным, большим, заглавным Можно набрать в разрядку, то есть вот буковки друг от друга стоят на некотором расстоянии Можем выделить полужирным, а можем набрать курсивом, это все будет обозначать что-то Другое дело, что наш собеседник может быть не так сразу поймет, когда мы рисуем мордочку улыбающуюся или грустную Мы сразу понимаем, тут что-то он или шутит, или веселится, то есть что-то передает какую-то эмоцию Кроме этого есть еще и цвет, как возможность передать какие-то эмоции То есть что-то мы можем набирать красным, зеленым, черным Но, конечно же, это используется меньше в письменной речи между двумя собеседниками Но если мы возьмем уличную рекламу, плакаты и, что немаловажно, название магазинов Обратите внимание, или фирмы, магазины, как они играют и шрифтом, и цветом А почему среди них особенно популярен именно смайлик? На мой взгляд, популярность смайлика вызвана его узнаваемостью, его читаемостью Что сразу легко понимаем, это радость, это шутка, это веселье Если губки вниз, это печаль А раньше как передавали эмоции, пока смайлика не было? Раньше было сложно, потому что стиль письма был лаконичным, был строгим Человек писал, он не только меня пользовался языками, как в французском и русском Я имею в виду 19-й век, но еще и красивым почерком Это тоже было своеобразным способом выражения своего отношения И по этому поводу Лермонтов писал, написано О, как я хотела бы снова вас увидеть, говорить с вами Потому что звук вашей плечи доставлял меня в чем На самом деле, следовало бы в письмах помещать над словами ноты Понятно, до чего это не надо, потому что именно и интонация, и звук, и мелодика голоса И, ребята, очень много поддало нашего скопа Вот это средство, которое мы сейчас называем смайликом Которое передается с помощью двух точек, тюре или дефиса и скопки Придумал Нубоков наш русский писатель, который, как известно, эмигрировал и проживал в Америке Он в 1869 году в интервью однажды заметил Что нужно бы ввести специальный типографский знак, означающий улыбку Ну, скоп, например То есть он предложил, и он спустя несколько лет кто-то там запатентовал И стал в него вот этот асамелик водец Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова